Всем привет, с вами Павел Косенко и сегодня я покажу вам как работает новый профиль в Dehancer. Называется он Fuji Film Instax. Это профиль моментальной фотографии, но традиционно этот носитель тоже называют пленкой. На самом деле в Dehancer появилось даже два таких профиля. Один из них воспроизводит цвета Instax такими, какие они есть на самом деле в соответствии с уникальной технологией сэмплирования пленок в Dehancer. А второй профиль имитирует гибридный процесс, в котором отпечаток сканируется и затем обрабатывается в графическом редакторе. При этом в частности устанавливаются черные и белые точки. Соответственно дальше предполагается демонстрация цифрового изображения или его печать на принтере. Многие фотографы предпочитают именно такой метод работы с Instax, потому что он позволяет проявиться цветовому решению этого носителя в полной мере и получить достаточно необычный и выразительный результат. Мы решили добавить в Dehancer оба профиля для того, чтобы колористы сами решили, интересует ли их в данном конкретном случае честный в кавычках цвет Instax или же его цифровая интерпретация. Давайте рассмотрим пример грейдинга изображения с помощью гибридного профиля Fuji Film Instax Digital Intermediate. Перед нами футаж, сделанный на камеру Red. Первым делом изменим настройки RAW файла. Выберем клип, IPP2, Red White Gamut RGB и Gamma Log 3G10. Теперь создаем новую ноду и добавляем в нее OFX плагин Dehancer Pro. Актуальная на момент записи этого видео версия имеет номер 420. В группе Input указываем входящий формат изображения. В нашем случае это камера Red 2 с IPP2 и соответствующими настройками. По умолчанию к изображению применился профиль кинопленки кодек Vision 3 250D. Заменим его на Fujifilm Instax Digital Intermediate. Обратите внимание на то, как приятно похолодели тени. Это типичное поведение Instax в гибридном процессе. Прежде чем настраивать яркость и контраст, имеет смысл включить виньетку, если мы планируем ее использовать. На текущем этапе меня устраивает яркость и контраст, но я хочу немного снизить красный оттенок и усилить контраст между теплыми и холодными цветами. Для этого в группе Color Head я добавляю Циан и самую малость Blue. Вот так было, так стало. Такое соотношение теплого и холодного мне нравится больше. Пожалуй, в группе параметров Expand можно немного приподнять уровень белой точки, потому что дальше я планирую включить Hallation. А с более яркой белой точкой он сработает лучше. Переходим к группе Hallation и включаем этот инструмент. Увеличим изображение, чтобы рассмотреть лучше. Я хочу сделать этот эффект более явным. Для этого увеличу значения Local Diffusion и Amplify. Теперь добавим цветам мягкого рассеянного свечения с помощью инструмента Bloom. Он всегда хорошо работает в паре с Hallation. Включаем его и настраиваем. Я считаю, что в данном случае будет полезно расширить тональный диапазон появления эффекта с помощью Source Limiter и увеличить диффузию рассеивания. А для того, чтобы Bloom не проявлялся избыточно в прямоугольниках окна, снизим степень Details. Возможно, также можно немного усилить эффект с помощью Amplify. До, после. Посмотрим на изображение целиком. Так оно выглядит без эффекта Bloom, а вот так с эффектом. Осталось разобраться с зерном, которое включено по умолчанию. Снова увеличим изображение. Вот так оно выглядит без зерна, а вот так с зерном. Мне, в общем-то, все нравится, кроме несколько избыточной потери резкости на глазах. Поэтому я немного увеличу значение Film Resolution. До, после. Так мне нравится больше. Ну и финальный штрих. Включаю инструменты Film Breath и Gate Weave, которые отвечают за динамические искажения. То есть за дыхание цвета и за механическое дрожание пленки. Параметры оставляю по умолчанию. Посмотрим на наш грейд в динамике. Лично мне нравится результат. Если бы это было необходимо, то я бы мог дополнительно поработать с контрастом и общей яркостью. Как внутри самого плагина Dehancer, так и в предварительной ноде. Например, с помощью параметров Shadows, Highlights или же кривой Curves. Но в данном случае я считаю, это не требуется. Вот, собственно, и вся обработка. Как видите, я сделал ее полностью одной нодой и при этом получил достаточно аналоговое по ощущению и выразительное по цветам изображение. На этом сегодня все. Используйте плагин Dehancer, получайте от него удовольствие и качественный результат. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на мой канал. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok